Медамы, месье, меня звать Денис, и мы сегодня с вами заценить костюмы ассасинов. Они у нас собраны все, все в прекрасном состоянии, только посмотрите на этих красавцев. Эх, прелесть просто! И вот она, жемчужина моей коллекции, самый желанный, долгожданный. Белый костюм Альтаира, тот с чего все начиналось. Ах, прелесть! Ну, начнем мы с обычного костюма. Он смотрится, пожалуй, органичнее всего на Кондоре, и делался именно для него. Довольно проработанная, красивая моделька. В синих и белых цветах. Ну, этот костюм, я думаю, все много раз видели. Пойдем дальше. Нет, начнем мы справа. Альтаир в конце, как жемчужина. Наряд Арно Дориана. Наряд Арно Виктора Дориана, члена французского братства ассасинов в период французской революции. Кредо братства ассасинов всегда учил нас тому, что все дозволено. Я думал, мы можем делать все, что хотим. Отстаивать идеалы любой ценой. Теперь я понял. Это не разрешение, это предупреждение. Идеалы слишком легко могут стать догмой. А догма станет фанатизмом. Над нами нет никакого высшего суда, нет сурового божества, что будет карать нас за наши грехи. В итоге, только мы сами стражи своим страстям. Лишь нам решать, не слишком ли дорога цена нашего пути. Мы считаем себя избавителями, спасителями, мстителями. Ведем кровавую войну против них, всех тех, кто против нас. Мечтаем оставить свой след в мире, даже отдавая жизнь в боях, о которых никогда не напишут в учебниках истории. Наша суть и наши поступки – начало и конец в нас самих. Арно Виктор Дориан Наряд Эдварда Кенуэя, наряд Эдварда Джеймса Кенуэя, капера, а позднее пирата и члена Вест-Индского и Британского Братства Ассасинов. Много лет я скитался по свету и брал все, что хотел, не заботясь страданиями других. И вот я здесь, с деньгами и славой, но не мудрее, чем был когда-то. И когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, в ней не осталось никого из тех, кого я любил. Эдвард Кенуэй. А это уже более стандартные цвета для Конора. Опять же, костюм очень качественно сделан, красиво. Конор просто молодец, прекрасная модель. Не пропал бы в современном мире. Наряд Джейкоба Фрая. Наряд Джейкоба Фрая, мастер Ассасинов из Британского Братства. Всегда хотел стать главарем банды. Суровым, но честным. У нас будет свой стиль. Только представь, эта банда объединит всех обиженных и обездоленных. Это наш шанс, Иви. Мы соберем себе армию. А, придумал, мы будем называться Грачи. Джейкоб предлагает свой план сестре. 1868 год. Как по мне, этот костюм слишком аристократичный. У него только сидеть перед камином с чашечкой чая. И вести мирные светские беседы. Просто не представляю, как в нем можно убивать. Наряд Этсо. Наряд Этсо аудиторе де Ференце. Ассасина из Флоренции. Я прожил жизнь как смог. Не зная, какова цель, но стремясь к ней, словно мотылек, летящий на огонь. И лишь сейчас я открыл эту странную правду. И я лишь гонец послания, смысл которого мне не ясен. Этсо аудиторе де Ференце о своем предназначении. 1512 год. Пожалуй, мой любимый наряд. Ох уж, этот плащ на одно плечо. Красотища. Нет, тут все костюмы классные, что тут говорить. Но пока что это мой любимый. А какой пояс. Прелесть. Такая гармония красного с белым. С одной стороны, белый символизирует чистоту. А красный кровь убийства. По-моему, идеальный костюм. Идеальные цвета для ассасинов. Ну, белый цвет заметный, единственное что. Топор сюда, конечно, не идет. Наряд Шея Кормака. Наряд ассасина из колонии, перешедшего на сторону тамплиеров. То есть, по сути дела, это тамплиерский наряд. Ну, кстати, на коныре он очень интересно смотрится. Вполне себя. А с этой прической прям круто так. Есть в этом что-то, но довольно злобно. Учитывая, что тамплиеры наши враги, этот образ вызывает негативные эмоции. Стоять за принципы нашего ордена и все, что нам дорого. Не раскрывать наши секреты и суть нашей работы до самой смерти, любой ценой. Вот моя новая кредо. Я Шей Патрик Кормак, тамплиер колониальной американской ложи. Я стал старше и, возможно, мудрее. Война и революция закончились, но новое уже близко. Да направит нас, отец, понимание. Шей Кормак, описывая свою верность ордену тамплиеров. Наряд баика. Наряд баика последнего Меджа Египта и сооснователя первого Братства Ассасинов. Незримые. Очень красиво костюм выглядит. Кстати, к Онору очень идет этот костюм. Обратите внимание, мне так кажется. Он очень органично в нем смотрится. Прямо как по нему шили. Я Меджай, защитник Египта. Настали тяжелые времена. И теперь я должен стать орудием правосудия ради свободы. Я верен кредо. Мы пришли из тьмы и остаемся в тенях. Меджая больше нет. Теперь мы ассасины. Баик. Наряд Агилара. Наряд мастера Ассасина Агилара де Нерха, главы Испанского Братства. Агилар являлся преданным членом Братства Ассасинов. Поэтому он сражался с тамплиерами за сохранение свободы. Кроме того, он обладал углубленными знаниями о политике Испании 15 века. И знал, что Томас де Торквимада и Испанская Инквизиция должны быть остановлены. В Робе Агилара присутствуют маврские мотивы. Также у него было два скрытых клинка. Из которых, по крайней мере, один был оснащен пусковым тросом. Который использовали Джейкоб и Иви Фрай. А это костюм персонажа из фильма. То есть, насколько я понимаю, в играх его не было. И в фильме его играл Майкл Фассбендер. Наряд Алексиоса. Наряд Герой Спарты носил Алексиос, легендарный спартанец, побывавший в самых дальних уголках Эгейского моря. Алексиос также известен как Деймос. Член культа космоса, протоплиерской организации, действовавшей в Древней Греции. Являлся внуком Леонида I и младшим братом Кассандры. Похищенный во младенчестве культом космоса, Алексиос был воспитан как оружие культа под именем Деймос. Кстати, Коннор, он тоже неплохо идет. И к этому костюму как нельзя лучше подходит лук со стрелами. В отличие от многих других костюмов. Тут это оружие смотрится очень органично. Старый наряд Ахиллеса. Почтим память старика. Ему, я думаю, было бы приятно, чтобы про него не забыли. Тоже интересный, качественный костюм. В этом костюме я заканчивал прохождение последней серии. Есть в нем что-то такое траурное. Скорбь по Ахиллесу. У меня была жена, Абигейл. Она была красива и добра. Не знаю, чем я ей глянулся. Это загадка. Но она родила мне сына. Его звали как тебя. Они были для меня всем. Их унес Стив. А что я мог? Только смотреть и желать уйти следом. Я чуть не ушел. Но я оказался трусом. Чужую жизнь я обрывал без колебаний. Но когда дошло дело до своей, я не сумел. Ничтожество. Ахиллес Радун Хагейду. Еще есть у нас интересный наряд капитана Кида. Наряд шотландского пирата Уильяма Кида. Шотландский моряк и английский капер. Известен благодаря громкому судебному разбирательству его преступлений и пиратских нападений. Итоги которого оспариваются и по сей день. По мнению некоторых современных историков, Кид действовал согласно полученному им каперскому патенту. И не нападал на союзные корабли. Фактически, деяния Уильяма, как капера и пирата, заметно уступали славе других пиратов того времени. Но благодаря усилиям писателей, обнаруживших интерес к приключениям ужасного разбойника, капитан Уильям Кид стал одним из самых известных пиратов в истории. Наряд Узника. Наряд, который Конор носил в тюрьме. Не думаю, что это тот наряд, который Конор хотел бы еще раз одеть. Форма капитана Аквилы. Наряд, который Конор носил, когда находился на борту своего корабля Аквила. Тоже очень качественный, красивый костюм. Очень, кстати, круто, что они сделали дополнительный отдельный костюм для корабля. Ох, сколько мы боев пережили вместе с Аквилой. Ну, конечно, самый классный был последний бой. Когда мы затаранили линкор, взяли его на абордаж. Славные были времена. Наряд Ганья Гэха. Наряд молодого Конора. Радун Хагейду. Я думаю, этот наряд навевает воспоминания о молодости у Конора. Традиционный колониальный наряд Ассасина. Этот наряд создан на базе костюма первого Ассасина в колониях. Джона Деллатура. Если честно, какой-то так себе костюм. Не особо он мне нравится. И на Коноре он не супер смотрится. Но заслуживает упоминания. Ну, а это стандартные наряды, просто отличающиеся расцветкой. Черный костюм с красными вставками, сшитые портным из Нью-Йорка. Наряд из Балтимора. Темно-коричневый костюм с красными и белыми вставками, сшитые портным из Балтимора. Наряд из Бостона. Этот коричневый костюм с красными вставками был сшит портным из Бостона. Наряд из Джеймстауна. Белый костюм с красными вставками, сшитые портным из Джеймстауна. Наряд из Филадельфии Голубой костюм с красными и синими вставками, сшитый портным из Филадельфии Наряд из Чарлстона Темно-синий костюм с кожаными вставками, сшитый портным из Чарлстона Ну и теперь десерт Самый желанный, самый ожидаемый костюм Эх, вот он, красавец Ну что, примерим тебя Я еще, кстати, не одевал его Наряд Альтаира Наряд Альтаира Ибн Ла Ахада, члена Левантийского Братства Ассасинов И вот он, момент истины Возрадуйтесь же, узрите это великолепие Да, я стою на коленях перед тобой, о, великий костюм О, прекраснейший из прекраснейших Твоя красота поражает мои очи И заставляет меня уйти в нирвану Блаженство Когда я был молод, я наивно полагал, что наше кредо положит конец всем этим конфликтам Если бы мне хватило смирения сказать себе Я многое повидал в жизни Я сделал все, что мог И все же высшая слава в том, чтобы сражаться за истину Альтаир своему сыну Дариму во время атаки монголов на Массиаф 1257 год У меня даже такое ощущение, что он немножко походку изменил Но я думаю, что это кажется Анимацию они стопудово не переписывали под костюм Ты смотри-ка, а он неплохо смотрится Этот костюм подходит Конору Ну, этот костюм скрывает почти все То есть мы Конора тут практически не видим Он любому подойдет Не, ну стильный костюм, офигенный Это самый первый, который был разработан Дизайнер офигенно поработал Я думаю, там группа людей работала Сделали супер костюм Просто топ Очень красивая работа Превосходная Очень одаренный дизайнер был Думаю, это была долгая и кропотливая работа Ну и напоследок мы кого-нибудь убьем в этом костюме А как же так? Одеть костюм Альтаира и никого не убить? Нет, нельзя так Альтаир жаждет крови Так, а кого прирезать-то? А сверху, да, да, будет неплохо, будет красиво Альтаир любил такие дела, да Бывало, залезет куда-нибудь на крышу и убьет кого-нибудь Выходной день выйдет на улицу, да и убьет Славно было Сейчас мы его огуляем Вот так вот В память Альтаира Надо кого-нибудь еще убить Сейчас двойню огуляем, ну-ка Вот так вот Альтаир оценил бы Прекрасно На этой прекрасной кровавой ноте мы заканчиваем этот обзор Спасибо всем, кто смотрел До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok